Процесс становления гражданского общества существенным образом влияет на развитие государства в целом и его регионов в частности. Поэтому такие площадки для обмена опытом представителей общественной палаты и молодежного парламента просто необходимо отмечать собравшиеся. Гражданское общество – это люди, активные люди, неравнодушные люди, которым безразлична судьба нашей страны, судьба наших регионов. Поэтому надеюсь, что и в наших общественных палатах именно такие люди. Я считаю, что общественная палата в любого субъекта – это центральный институт гражданского общества, который цементирует деятельность всех общественных объединений. Встреча представителей общественной палаты Ингушетии и Северной Осетии проходит впервые. И потому члены палаты с обеих сторон делятся своим богатым опытом работы по ключевым направлениям деятельности. С недавнего времени общественная палата наделена ответственным правом проводить экспертную оценку принимаемых парламентом Республики законов. А это значит, что мы можем вместе принимать самое активное участие и принимаем в разработке социально важных законопроектов Республики. И что еще не менее важно, своим прямым участием повышаем качество принимаемых законов. Федеральные инспекторы Ингушетии и Северной Осетии отметили, что подобные встречи способствуют налаживанию мира и согласия соседних республик. Потому их необходимо проводить как можно чаще. То, что работу проводит общественная палата в плане межнационального мира и согласия, это тоже очень важно, очень позитивно. Я думаю, что такие встречи, вот в решении написано, что раз в год проводить, я думаю, хотя бы раз в полгода проводить. Не реже там написано. Не реже, да. И под эгидой общественной палаты, я думаю, что есть смысл проводить встречи различных общественных организаций Республики Ингушетия и Республики Северной Осетии Алания. Чтобы общественная палата выступала инициатором и принимала активное участие в этих встречах. Представители молодежного парламента отмечают, что на подобных заседаниях черпают для себя много информации. Именно подрастающее поколение должно способствовать миру и консолидации отношений между двумя соседними республиками. Я получил ответы на многие свои вопросы и мы, являясь, скажем, кадровым резервом парламентаризма в Ингушетии, в Республике, в принципе, должны уметь общаться с другими нациями, с нашими соседями. Сегодня представилась хорошая возможность познакомиться с коллегами из Республики Ингушетия и обменяться контактами и уже договориться о следующих подобного рода встречах уже между молодежными парламентами двух республик и также реализовывать какие-то совместные проекты. Представители обеих делегаций отметили важность сотрудничества и взаимной помощи Палат регионов по вопросам развития и укрепления гражданского общества на территории субъектов России. Также подчеркнули желание сторон расширить общественные связи и обмениваться опытом своей деятельности. Мы сегодня очень интересно поговорили о необходимости дальнейших встреч для того, чтобы развивать добрые, дружеские отношения между нашими республиками. Они на хорошем сейчас уровне, но их необходимо углублять, развивать и совершенствовать. Мы говорили сегодня с нашими коллегами из Северной Осетии о том, что нельзя зацикливаться в своей скорлупе. Необходимо, чтобы это взаимодействие было на уровне всего Северокавказского федерального округа. И пресс-релиз, который мы приняли сегодня, вполне отражает состоявшуюся встречу. И способствует, несомненно, я думаю, дальнейшему развитию добрых, дружеских отношений между двумя нашими республиками, между нашими народами. Это опыт работы по взаимодействию по самым разным сферам деятельности общественных палат. В частности, очень заинтересовала нас работа по формированию независимых общественных комитетов, которые существуют при различных наших министерствах. Мы обсуждали опыт работы в сфере здравоохранения, в сфере межнациональных отношений. Нашли очень много точек соприкосновения, по которым нам следует активно работать. Потому что гражданское общество – это основа основ. От него зависит развитие региона, от него зависит развитие всего государства. Обсудив вопросы повышения роли общественных институтов в соответствии с современными реалиями, участники дискуссии приняли план совместных мероприятий на ближайшую перспективу. Он, в частности, предусматривает выстраивание сотрудничества на принципах взаимного учета интересов, обмен опытом работы и расширение контактов между некоммерческими организациями двух республик. Светлана Томова, Магомед Урусханов, Новости 24.